Итак, с вами привет, с вами Дуб Гейм, продолжаем играть за новую Англию под Лавкрафта. Если вы еще друг не подписаны, подписывайтесь, а мы продолжаем. И наша армия уже прям очень-очень солидная. У нас реально заканчивается уже вторая армия. Готовятся, вот они уже деплоятся, и начинает готовиться третья. Более того, уже какие-то дивизии из третьей тоже готовы. Прекрасно. Давайте мы, знаете, что сделаем? Переделаем уже этот фронт на фельдмаршаловский, потому что дивизий будет больше становиться. Возможно, есть смысл вот этого парня сюда взять, все-таки вот этот баф уникальный. Но тут есть минус опыт. Не самый приятный этот минус опыт. С другой стороны, в принципе-то, что нам терять? Пускай они с первого левела качаются потихоньку. У нас здесь есть стоит на плюс стад. Так что поехали. Делаем вот так, и делаем, я думаю, какой-нибудь приказ уже до самого Сакрамента. Вам. Ну да, да. И обновляем, чтобы все точно матризованные были. И меняем здесь вот цвет, чтобы как-то понимать, кто там где находится. Теперь, куда-то назначили? На центр. Забавно. Он. Окей, да. В целом, в целом нормально. Надо вот так вот перетисовать их, чтобы они примерно стояли, как они стоят на фронте. И занимаем позиции. Будем готовиться к полномасштабному наступлению. Пока что можно так ручками немножко продолжать наступление. Именно стрелку наступать я не буду нажимать пока. Мне нужны некоторые запасы снаряжения для этого. Мне нужна авиация для этого. Пока что мы не в тех, так сказать, кондициях. Нас еще не хватает на это все ресурсов. Если говоря, нас тут постоянно рейдят. Надо делать вот так, как-то торговые пути передвигать, чтобы трейд становился лучше. Как видите, передвинули. Сразу 100% эффективность. Вот так вот и надо бороться с яичными подлодками. Как говоря, мне кажется, мы сейчас вообще под Чикаго подойдем. Потому что, ну, как вы можете заметить, у синдикатов вообще дивидии почти не осталось. Там осталось какое-то очень-очень слабое ополчение. И даже его уже очень мало. То есть, ну да. Все, уже почти все. Как бы капсуляция совсем не за карами. Вот мы Детройт берем. Вот мы сейчас берем Чикаго. А, нет, Чикаго не мы не берем. Там много дивизий или все-таки берем? Нет, наши три дивизии сильнее, чем их 12. Ну, да. Да, мы сильны. Это понятно. Но, конечно, видите, такое безумно ужасно. Неописуемо. Неописуемый ужас вызывает наши дивизии у врага. Но оно и понятно. Кстати говоря, вот эти дивизии станутся окруженными. И я бы, наверное, их не добивал. Потому что это снаряжение. Это наше снаряжение сейчас. И это наша третья армия. Отлично. Мы забрали и большую часть мы, кстати говоря, заберем. Потому что у нас очень много очков. Я подозреваю, даже мы заберем буквально все. Потому что когда у нас настолько больше очков, нам ничто не мешает взять все. Кстати, надо еще забрать и флот. Я вот не уверен. Наверное, вот этих ребят я никого в флот не забирал. Ладно. Большинство кораблей все равно находятся у как раз таки вот этих ребят. Да. Сейчас посмотрите. Сюда здесь очень много кораблей. Так что в целом пофиг. Хотя, наверное, мы потеряли неплохое количество кораблей. Где-то в других странах. Нам это не сильно страшно. Мы, если что, еще у Канады там заберем. Туда-сюда будет у нас лот. Не волнуйтесь. И теперь снимаем новый фронт. А линия битвы на свободу. А что это такое? Это у нас пропустился где-то... Ага, вот здесь лот. Фокус. Но, в принципе, плевать. И, как я и говорил, ребята, вот они наши винтовочки. Вот оно наше все снаряжение на новую армию. Буквально наши, помните, огромные минуса. Все заполнились с поражением синдикатов. То, о чем я и говорил, и произошло. Давайте немножко здесь скинем лишних заводов на том, что нам не нужно непосредственно прямо сейчас. Добавим туда, где нам не хватает. И будем заниматься массово уже авиацией. У нас все душа подлодки. Что нам с ними сделать? Правильно использовать эсминцы. Я думаю, сейчас мы вот с этим, я думаю, как раз таки сделаем. Типа вот так, наверное. Типа вот так, наверное, должно стать получше. Плод все-таки у океанских штатов должен быть, наверное, на западе. Не думаю, что он должен сюда как-то попасть. Так что мы здесь должны себя чувствовать комфортно. Но да, так и есть. Сейчас подлодки их повыбиваем. Торговля больше прерваться не будет. Кстати говоря, сталь теперь нам в принципе не нужна. В один момент, я думаю, со всеми остальными ресурсами тоже разберемся. У нас проблем с снашением на севере, кстати говоря, надо взять пару пунктов снабжения дополнительных. Станет все получше. Но в остальном, вроде как, у нас везде все в порядке. Кайзер там скончался, но нам примерно плевать. Как бы нам главное свое снабжение здесь получить. И что это такое? Какое-то смешное оплачение появилось. Разберемся. У нас последний фокус на бафы армии. Тоже очень сильно. Здесь прорыва. Это прям очень-очень сильно. Ну и конечно же планирование, укрепленность, организация, восстановление дивизий. Все это просто шикарно для нас. Мы теперь взяли пункт снабжения. Теперь у как раз таки тех океанских войск. Вот здесь вот нет снабжения. Приятно такое видеть. Давайте еще чуть-чуть подождем. Я бы в идеале хотел добычить, конечно же, третью армию. И уже с ней идти в атаку. Но наверное мы выйдем чуть пораньше. Но все еще надо немножко запасов набрать. Самое главное авиацию. Начать использовать. Поэтому давайте-ка чуть-чуть дотреним. Вот здесь вот. И пусть мы в бой, наверное, где-нибудь на юге. Нам бы с юга давить. Потому что на севере там пунктов снабжения не сильно много. Да, а на юге здесь самое то. И мы наконец добавляем версизов в нашу дивизию. Надо еще сделать четыре сотни. Но я думаю, кое-как потихоньку мы их сделаем. Уже половина как минимум будет снабжена. И плодится все-таки наша армия. Я все-таки решил чуть-чуть подождать. Здесь все-таки, видите, не так-то много осталось. И уже с нормальной шириной фронта. Здесь, чтобы у меня на картой клетке было по дивизии 2-3, а не по одной-две. Нападать на Тихоокеанские Штаты Америки. Тем более, что у них очень здесь так себе все по промке. Из вот этого дебафа, да. И польские ресурсы, кстати говоря, тоже. Все еще. Видите, они как будто все-таки падают. Ну нет, нет. Сто тысячи стало. То есть они просто еще не успели все мобилизоваться, я думаю. АИшка уже супер жестко подняла призыв. Скорее всего, так вот оно и было. Окей. Мы готовы, я думаю. Плюс-минус сейчас. Последние дивизии как раз будут задеплоены. И начинаем уже борьбу мы в воздухе. В южный... Как это правильно? Дипсот просто глобокий юг. Я подумал, там какая-то была южная декада, но вообще она, наверное, не совсем здесь. И да, по воздуху, конечно, все шикарно. В принципе, ничего нового. Как я и говорил, наши самолеты будут побеждать Иишек. И эта армия готова. Мы сразу же начинаем заказ новой армии. Но, наверное, скромненько. Потому что у нас нужны люди в резервах, чтобы они сюда деплоились. Сейчас все дойдут до фронта. Какой-то фронт сейчас стабилизируется. Наберут планирование и начнем атаку. Кстати говоря, мы тут берем мастера снабжения. И тут такой нюанс. Сейчас у нашей дивизии снабжение требуется вот примерно вот столько. Минус, ну, считайте, 40%. Да? Приятно. Это, конечно, несомненно приятно. Так, здесь мы, в принципе, готовы начинать. Можем, да, начинать клеточку. Нападать, точнее, нажимать стрелочку. А здесь, кстати говоря... Все, французская коммуна капитулировала. Выстка с юга, с запада. Пробитие с севера. И, конечно же, фронтальное пробитие. И вот Франция все. Остается тут лишь Британский союз и микроиталия. На самом деле в Аргентине нет победы. Да, так что да. Синдикат. Все. Как бы в Америке тоже они и победят. Все, синдикалисты. Везде проиграли, можно сказать. Коммуна даже еще и не воюет. Здесь, кстати говоря, с другими индейцами. Так что... Там все. Остается лишь надеяться на Россию. В плане победы Германии. Как бы, ну... Посмотрим, как что будет. А мы выкачали все наши бафы на войну. Буквально все. Больше тут и не осталось. Можем выкачать, наверное, какую-нибудь авиацию. Даже не знаю, что тут есть. Темпы исследования. Бесполезно, бесполезно. Здесь ничего полезного нет. В общем-то, да. Давайте закончим наши фокусы вот здесь вот. Почему бы и нет. Ну и наступление проходит достаточно уверенно, я бы сказал. Но... Единственное, знаете, что бы я сделал... Я бы сделал свое любимое. Пообучался бы на линии фронта, чтобы весь опыт фармился сверх... Как раз-таки регулярных. А то обученных до регулярных обучать в бою как-то, ну... Не камильфо. Давайте уж дообучаем всех. И распустим несколько дивизий вот здесь, потому что мне не хватает менпавера. Я тут смотрю, что если наши гарнизоны закидывать конями, а не ополчением, то мы тратим меньше людей на большее снаряжение. Меня это устроит, потому что людям не важнее снаряжение. И если добавим сюда еще военную полицию, то становится еще все приятнее, как будто... Но сейчас мы еще заполним, как на кавалерии, и станет суперприятно. Даже не буду уже обузить дух там вот в армии. 50 тысяч людей мы так сэкономим. Да, потратим чуть больше снаряжения. 35 топки потратим. Но это все пыль по сравнению с 50 тысячами людей, верно? Война в восьмой антивранцузской коалиции. Это что? Это кто? Кто его знает? Получилось очень смешно. Итак, у нас уже есть нация безумия. Мы, кстати говоря, можем пойти вот сюда. Потому что все равно, но боевать с Америкой вот именно здесь не нужно. У нас так есть на всю КБ. И здесь получить закрытую экономику, а потом на самом деле получить командную экономику, которая, ну, имба. Вы получаете кучу бафов. Как почти что считают свободной торговли, кроме темпов исследования пяти. Но не тратите на это никаких ресурсов буквально. Буквально закрытая экономика только с бафами свободной торговли. Так что поехали, конечно же, в черное пятно Америки. Но, кстати говоря, тут с каждым фокусом появляются новые атрибуты у нашего лавкрафта. Ну, хорошо. А вот и все в нашей армии полностью теперь обучены до регулярных. Блять, почти все. Давайте. О, все, теперь точно все. Вы... Краш. Ладно. Итак, вернемся в реальности Краша не было. И... Да, мы... Что-то, походу, в такой реальности не существует. Так, ну, третий раз это точно та вселенная, да? Где нету Краша. Та же. Кстати, не будем ничего делать. И надеемся, что нас в педсе избежит. Нам бы до следующего месяца хотя бы дожить. Ничего не делаем. Ах. Так. И я посмотрел error.log, и там написано, что это что-то с локализацией вроде как русской. Поэтому я запустил на английском, конечно. Ладно, вроде все в порядке. Вроде чуть-чуть должен сломаться, но мы попробуем в этот раз. Надеюсь, ничего не крашнется, но кто знает, кто знает. Если говоря... А, ну это названия, наверное, какие-то все еще сломанные, да? Будут. Но, допустим. Это меньше из наших проблем, если игра кажется, верно? И вот мы подходим. Нам надо дожить до первого... Нет, в этот раз ошибка с каким-то equipment graphic database. Короче говоря... Короче говоря, непонятно. Ладно, если вообще посмотреть сейчас в логе, то там вообще какие-то безумно огромные логи. Как будто тут весь мод в проблемах. Скорее всего так и есть. Но... Но факт в том, что... Она крашится. И я не могу с этим ничего сделать, как будто... Ладно, у меня появилась мысля. Может, сейчас могу пофиксить. Может, у меня игра вылетела еще раз. Итак, начинается операция восстановить мир. И, судя по логам, Франция пытается добавить в Прованс. Вот сюда. Скорее подчинение. Но здесь нету даже сопротивления. Что мы с этим сделаем? Хороший вопрос. Честно говоря, я не был уверен, что аннексировать вот в эту страну, вот эту страну, как-то не хочется. Аннексируем в Британский Союз обе эти страны, чтобы было красиво. Я думаю, пойдет. Потому что, ну, нам же надо как-то это пофиксить, верно? Чтобы точно никто не сломал. Британия, держи. Британия, держи. Будем верить, что это пофиксит проблемы, потому что, ну, я, честно говоря, не уверен. Но что сделать? Пробуем. И, да, черт возьми, мы сделали это. Безумный безумец справился. Да, получилось забавно, конечно. Получилось очень забавно. Британия не воюет с Рейхспактом, кстати говоря, каким-то образом. Очень странно получилось, честно говоря. Да. Наверное, так и было. Они уже замерились в Британии, походу или что. Ну, короче. Самое главное, что мы продолжаем игру. И да, проблема была в Франции. Так что, ребята, если у вас вылетает игра, заходите в документы, в Paradox Interactive, в Хойку. Там есть error.log. И смотрите последние ошибки. И если вы что-то как-то в них разберетесь, возможно, вы сможете пофиксить свои игры. Ну, да, как видите, мы все еще продолжаем на русском, потому что проблема была не в Рортификаторе, а именно вот в той Франции. Итак, у нас тут ивентик, который определит нашу судьбу. И, ладно, по-моему, на самом деле, там судьба определится потом. Мы идем, вкрат, отказываемся от помощи. У нас произойдет смерть проведения. Так говоря, у нас здесь все ребята обучены. Да. Начинаем наступление. Мирного решения не будет. Потери, кстати говоря, просто ужасают. 2 миллиона потери у Тихоокеанских штатов. Они прям не жалели людей все это время. Кстати говоря, Британия выделила французскую коммуну как страну без фокусов. Это выглядит забавно. Но в целом без разницы. И нам надо повысить призывы, потому что у нас уже 0 мемпавера. Ну, нормально. Я думаю, сейчас будет намного попроще. Серьезом у нас есть еженедельные людские ресурсы. Это забавно, но полезно вообще. Так, смерть проведения происходит. Собственно говоря, теперь нам нужно выбрать нашего наследника. И мы берем себе Дролета, потому что он очень хорош по бафам. Там вот еще 5 атаки, 5 защиты, стабильность, поддержка войны в неделю. Тут он еще и ТНП. Так что, да. Мы берем его. Но... Но... Это все ненадолго. А что будет дальше, вы увидите. Постанавливаем все черным пятном Америки. Так. Теперь у нас просто прекрасная экономика. У нас ресурсов теперь намного больше. Мы ничего не продаем. А с одной стороны мы не получаем теперь за этот МП. Ну, фабрики какие-то. Ну, пойдет, пойдет. Бафы все равно остаются. Так что нормально. И идем, наверное, сначала вот сюда. Бафы все-таки армия. Нас дешифровали. Мы их тоже дешифруем. Говорим, может, займем шифрование, подкачать. Ну и да. Тут, конечно, все шикарно. У них еще вообще всех под рулье уже стоит. Я не думаю, что это им поможет. Как происходит коронация Дерлита, нового короля в желтом. Но это пока что. А мы идем вот сюда. Возьмем бафы, а потом возьмем вот этот фокус. Интересно, что это сделает. Странная записка от покоя на Лавкрафтах. Ммм. Любому каталу Лавкрафта. Огромный ивент. Если хотите, посчитайте. Я, конечно, такую полную текста читать не хочу. Смотрите, какой план Маршала есть жесткий. Плюс 60. Повторяю, 60% организации. Плюс 30 максимум планирования. 3 военнообездного населения. Плюс к подсторонним музы. Ага, ага. Просто посмотрите, насколько это просто, ну, пиздец. Поскольку, на самом деле, Тихооктянские штаты сильнее по бафам. Это просто жесть. Просто, ну, безумно много всего. Безумно сильно. Так, давайте-ка вот сюда. Предложение из России. Инвестировать в их страну. Ну, давайте. Ладно. Странно, почему именно в Новой Англии. Но хотят инвестировать. Значит, есть зачем. Ну, и за время войн у нас немножко подросла авиация. Уже какое присутствует воздухе мы имеем. Крайне мере, ликвидированная вражеская. Безмолвный принц Лавкрафта. Опять-таки. Хотите. Получается. Читайте. Я не буду. Так, смотрите-ка. Раз свои законы. Так, мы получили тут некоторую записку. Да, выполнил последнюю волю нашего хозяина. Мм. Минус прирост. Минус войны без населения. Но. Ютуберная идея, да? Ну, нет-нет. Это он был просто болен. Это неотъемлемая часть ощущения Лавкрафта. Пола Сакраменто, а за ним спали и Тихоокеанские штаты Америки. Америка, наши товари. Ну, так. В общем-то, мои фэллоу брозерс, Америка из Аурсаген. Вот она, Новая Америка будет от меня называться Суверенный Порядок Америки. Это было так долго, да. Вторая Американская Гражданская Война. Мы получаем дебафы. Как будто нет. Что-то, нет дебафов за Америку. За Гражданскую Войну. Соответственно, она закончилась. Новое решение для правильной контозии. О, это я видел. Это запишите меня копы, это правда. Слушайте. Даже нет дебафов. Конечно, промка военных заводов немножко удалились. Но это по классике. Сейчас достраиваем фабрики, которые я тут заказывал. И переходим на военные заводы. У нас еще, скорее всего, много чего здесь оккупировано, да? Или нет? Да, да. Много чего еще оккупировано. Вроде как. Так и есть. Поэтому не все мы получаем по промышленности. Но потом будет лучше и больше. А вот наши кнопочки. Восстановить все подряд. А, ну, будем сейчас потихоньку их нажимать. Они требуют политки. У нас ее бесконечность уже. Но самое главное, они требуют времени. Степные соплетни про проведение. Разберитесь с этим на всякий случай. За коротоконцессию запросить право голоса американца. Давайте. Сейчас попробуем. Может, получим еще и минус ТНП от концессии в Китае. Было бы неплохо. Если говоря, фокусы. Давайте вот сюда успеем сходить и ТНП забрать, я думаю. Отвратительная реальность. А прицелескопатик глубже насквозь всю деятельность от общественности. Тело Лавкрафта пропало. Хотя большинство впредь заигнорируют после того, что он может быть жив. Неинтересно нам, да? Вот он, а проведение возвращается. И ТНП превосходит себя держать. Ожидание, пока братец заседал в столице под руководством лидера. Деревы споткнулись, писала его на тишине и благовение по залу. Сам проведение, сам Лавкрафт объявился правду. Он был жив и он был зол. Его последние желания исполнили. Он раздневно тем, что его преемник пытается забить нацию с пути. Он снова возьмет за контроль государства и управления его делами. Ибо его глаза видели красную славу и он готов показать ее всему миру. Оставленный своим недавним, сдвигом влево и рожден заводного. Лавкрафт принесет космический социализм в нашу строящуюся утопию. Лавкрафт жил. Лавкрафт жив. Лавкрафт будет жить. Прекрасно. Народный эстетический орден Америки. Общество проведенца теперь радикальный социализм. Кстати, вот этот баф не убрали, значит надо было, да. Надо было чуть подождать. Если еще баф на ТНП, но в целом плевать. Вот они, испытание провалилось, но Лавкрафт жив. Давайте-ка вот эти фокусы теперь пройдем. Вся. Еще убрана идея будет на минус военно без населения. Да, пожалуйста. Это концепция, правда, проголосали противоставление наших прав. Какой ужас, господи, сколько тут всего. Так, влияние от маэстро. Пусть он живет спокойно на нашем концерте, либо проноидея Дэвис. Добавлено другая. Пусть все живет спокойно на нашем государстве. Розвельское максималистское влияние мэра. Итак, палитку поменяется на превоспочтение. А, да, пускай, пускай вместо правительства. Технократическое влияние от мастера. И мы вместо нашего правительства и продвигаете технократию. Наверное, да. Мы поменяем минус тмп и минус стильность производства на скорость. Даже не знаю. Наверное, нет. Хотя вообще, вообще. Ну да. Ну ладно, давайте продолжим уже это все. Следующая серия, ребята. А лавкрафт жив. Лавкрафт теперь. Лефткрафт, так называемые. И мы теперь за народный эстетический орден Америки будем покорять всю вот эту англосаксонскую сферу. На самом деле нет. На самом деле здесь КБ пропали. А здесь еще есть? Надеюсь, да. В любом случае, очевидно, что мы должны, думаю, с Антантой, с Канадой по факту разобраться. С Мексикой, скорее всего. А Мексик находится в Рейхспакте. Так что посмотрим, что как и куда нас заведет. С вами был Лукей. Пускай вас заводит подписаться на мой канал. Оставлять комментарии, лайки, вставить в группу до Дискорда и подписываться на Твич. И всем пока.